Без короля, принцессы и трубадура. Ульяновский театр кукол показал на сцене Зареченского тюза свою версию сказки «Бременские музыканты». История о том, кто такие на самом деле бременские музыканты. Это взгляд под несколько другим углом на классическую сказку. У нас история заключается в том, что разбойники, они-то на самом деле и стали в итоге бременскими музыкантами. А звери, вот эти все известные им звери, осел, кот, пес, петух, им в этом помогли. Помогли стать добрее, лучше, избавиться от своих, ну, скажем так, грешков. В музыкальной сказке «Подлинная история бременских музыкантов» рассказ о приключениях кота, пса, осла и петуха. Однажды на их хозяев напали разбойники. Животные оказались на улице и отправились в город Бремен. Мы дойдем до времени, да, с нашими талантами, станем там отличными музыкантами. В спектакле много шуток, петен и моментов, которые заставляют задуматься над проблемой добра и зла. Сюжет сказки прост и понятен даже самым маленьким зрителям. Дети, не отрывая глаз, следили за происходящим на сцене. У них слезы очень далеко лились, и там еще был такой дым, и нам не нравилось, что он на нас летит. И мы от него отмахивались. И еще мне понравилось, как они там песни пели. Юная Софья Борзова на спектакле очень волновалась за судьбу главных героев музыкальной сказки. Я переживала за кошку и за петуха, потому что петуха хотела шуфарить, а я не знала, что это будет. Но переживала Софья зря. Петух оказался очень бойким, уверенным в своих силах и смог дать отпор обидчикам. Гастроли Ульяновского театра «Кукол» в Заречном продлятся два дня. Актеры планируют показать на сцене театр юного зрителя шесть спектаклей. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...